Рубрика брать не брать АМХ первый прототип. Я крайне удивлен, что эту машину завезли без возможности покупки за золото, но спасибо, что хотя бы не в контейнерах. Тем не менее, решать это не нам, а вопрос горящий. Возможно вы увидели маркировку премиум танка и вам кажется круто, зачем фармить серебро на восьмом уровне, если можно нагибать на девятом, фармить серебро так еще и увеличивать свой профиль уроном. На самом деле так и есть, но учтите, что фарма серебра будет в разы меньше, но танк всегда уходит в плюс. Для комфортного настрела урона и не скучного геймплея здесь есть абсолютно все. Машина действительно очень динамичная, с танкующей башней так еще и УВН в минус 10 градусов позволяет это делать только в радость. Точность стрельбы тоже не подводит, хоть и стабилизация немного хромает. Тем не менее, если не кидать спешащие вертухи, играть на нем очень приятно. Конечно не без косяков, у прототипа их немного, но тем не менее смириться с ними в некоторых боях просто невозможно. Во-первых, это девятый уровень. Да, попадая в топ списка машина действительно будет нагибать и это бесспорно. Но вот оказавшись внизу списка против тяжелых танков 10 уровня, готовьтесь страдать. Пробитие на базовых снарядах 232 единицы это нормально, а вот на голде всего на 30 единиц больше. Да это просто пипец как мало и оставаясь против того же ИСа 7, лучше с ним договориться. Да, вы можете исправить это недоразумение оборудованием калиброванные снаряды, но во-первых, перезарядка орудия будет дольше 7 секунд при альфе в 310 единиц, что не есть нормально и во-вторых, особо проблему не решит. Как вариант смириться и принять это как должное, ведь по сути это единственный минус танка. Брать действительно советую, машина понравится игрокам среднего уровня игры и хорошо обучит выживанию, если играть с головой. 60 дней бесплатного доступа на кинопоиск есть по ссылке в описании.